Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня моя внучка Даниэла и я, её бабушка Эмма, готовим бисквитный торт с заварным кремом. Прежде всего, испечём простой нежный бисквит. Форму диаметром 26 см выстилаем бумагой для выпечки и смазываем маслом. В миске смешиваем 150 г муки и 5 г разрыхлителя. В миску миксера разбиваем 6 яиц. Добавляем щепотку соли, 10 г ванильного сахара и 150 г сахарного песка. Взбиваем миксером на высокой скорости до получения белой, пышной и устойчивой массы. В яично-сахарную смесь в два приёма просеиваем смесь муки и разрыхлителя. Каждый раз аккуратно перемешиваем сверху вниз в одном направлении. Бисквитное тесто готово. Перекладываем его в подготовленную форму и разравниваем. Выпекаем бисквит в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия приблизительно 40 минут. Готовность, как обычно, проверяем деревянной палочкой. Готовый бисквит вынимаем из духовки, даём минут 10 остыть, вынимаем из формы и удаляем бумагу. Выкладываем бисквит на решётку или на деревянную доску и оставляем отдохнуть минимум на 5 часов. Приготовим заварной масляный крем. Мы будем готовить заварной крем на желтках. Нам понадобится 9 желтков. Можно приготовить крем на яйцах. В таком случае нужно взять 3 яйца. В миску кладём 9 желтков. К желткам добавляем 150 миллилитров молока, щепотку соли и 30 граммов муки или крахмала. Перемешиваем и отставляем в сторону. В кастрюлю насыпаем 150 граммов сахара, добавляем 150 миллилитров молока. Перемешиваем и ставим кастрюльку на огонь. Нагревая, перемешиваем до полного растворения сахара и доводим до кипения. Тонкой струйкой, всё время перемешивая, вливаем горячий молочный сироп в смесь желтков. Возвращаем полученную смесь в кастрюлю, ставим на огонь и всё время, интенсивно перемешивая венчиком, варим до загустения. Переливаем крем в холодную посуду. Добавляем 10 граммов ванильного сахара. Перемешиваем, накрываем в контакт пищевой плёнкой и оставляем остывать. Можно приготовить любой масляный заварной крем по вашему выбору. Рецепты различных кремов вы найдёте на нашем сайте videoculinary.ru в разделе «Кремы». Мы будем украшать простой бисквитный торт с заварным кремом, розами из крема. Это очень удобное украшение для торта. Его можно приготовить заранее и хранить в морозильнике в закрытом контейнере. Использовать при необходимости. Полностью способ приготовления роз из крема с пошаговыми фотографиями и подробным пошаговым описанием можно посмотреть на нашем сайте videoculinary.ru в разделе «Украшения тортов». Бисквит отдохнул. Разрезаем его на три приблизительно равных коржа. Приготовим масляный заварной крем. В миску миксера кладём 300 граммов мягкого сливочного масла. Взбиваем до бела. Не прекращая взбивания, постепенно прибавляем остывший заварной крем. Коржи готовы. Крем готов. Приступаем к сборке простого бисквитного торта с заварным кремом. Простой бисквит очень нежный и мягкий. Его можно не пропитывать сиропом. Но если у вас всё же есть желание пропитать торт, рецепты разнообразных сиропов для пропитки тортов вы найдёте в разделе «Кулинарные хитрости» на нашем сайте www.videokulinary.ru На подставку для сборки тортов кладём корж срезом вверх. На корж кладём треть подготовленного крема. Разравниваем. Второй корж. Опять третью часть крема. Третий корж кладём гладкой стороной вверх. Покрываем бока и верх торта оставшимся кремом. Заглаживаем. Бока торта обсыпаем измельчёными орешками. Сверху укладываем розы из крема. И тоже слегка присыпаем орешками. Простой бисквитный торт с заварным кремом готов. Отправляем его в холодильник на несколько часов. Вынимаем за час до подачи, перегладываем на блюдо, на котором будем подавать. И подаём очень вкусный и нарядный бисквитный торт с заварным кремом к сладкому столу. Вдохновение вам! Удачи! И приятного чаепития! Вдохновение! Субтитры создавал DimaTorzok